Здравствуйте, мои дорогие подписчики, подписчицы, мальчики и девочки, а также гости канала Шалундрики. В этом видео представлю вашему вниманию две замечательные мягкие, но при этом музыкальные игрушки, которые точно приведут восторг не только ребенка, но и взрослого человека. И одна из них это кактус в горшочке, полностью плюшевый, мягкий и очень-очень приятный, с очаровательными, немного шальными глазками и бесподобной просто шляпой в мексиканском стиле. Посмотрите, и она тоже мягкая и принимает совершенно разную форму. И в целом внешний вид этой игрушки сразу вызывает улыбку. Внутри кактуса имеется какой-то стержень, очень сложно сказать из какого он сделан материала, но, видимо, он нужен для того, чтобы этот кактус смог двигаться и совершать какие-либо движения. Мы видим что-то наподобие ручек, есть даже какая-то одежда цветная в виде радуги. И все это, конечно, привлекает как внимание, так и создает определенную атмосферу. Тело кактуса имеет немного колкую структуру, как будто бы шерсть с колючками, и напоминает именно внешне сам кактус. А вот горшочек полностью плюшевый и мягкий. Дно горшочка пластиковое. И здесь мы видим кнопочку включения, и, конечно же, отсек для батареек. Да, мои дорогие друзья, этот кактус музыкальный, и, скорее всего, что он еще и умеет танцевать. Поэтому для того, чтобы протестировать его, нам необходимо будет вставить батарейки. Ну, а для начала еще давайте немножечко посмотрим на него. Кактус имеет расширение к голове и как раз-таки имитацию самой головы. С глазами на выкате, как я уже говорила, шальными. Улыбочку, которая вышита красным цветом. Глазки сделаны из пластика. И посмотрите, какая у него красивая шляпа с полями. И она действительно может принимать различную форму, такую, какую захочется сделать тому, кто будет с ним играть. Я сейчас предлагаю вставить батарейки в этого кактуса и посмотреть, как он может танцевать и двигаться, и развлекать нас. Для того, чтобы заменить батарейки, нам понадобится крестовая отвертка и сами батарейки. Сейчас откроем и узнаем, какие именно. Понадобится 3 пальчиковых батарейки. Итак, мои дорогие друзья, сейчас все внимание у нас на кактус. Кнопка включения находится на дне горшочка. Но для того, чтобы он заработал, у него есть еще несколько кнопочек. Как мы видим, согласно этикеткам, вот одна, а вот вторая, при нажатии на который кактус должен совершать определенные действия. Давайте попробуем. Итак, включаем. Нажимаем. О, доказывается, он умеет повторять. Да еще совершать при этом различные движения. А еще он обладает подсветкой. Выключим дополнительное освещение и посмотрим, как это смотрится красиво. О, ну просто бесподобно. Да ты молодец. Хорошая игрушка. Явно понравится и мальчикам, и девочкам. А танцевать ты умеешь? Умею. Давайте попробуем. А лву. ПОЕЦ. 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 В каждом танце различные движения. Но повторять он очень любит. Но повторять он очень любит. Кто хочет меня выиграть, обязательно подписывайтесь на канал Шалубрики, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Ура! Я участвую в розовище. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, дорогие мои друзья, это просто нечто, это находка и действительно очень интересная игрушка. Даже я была удивлена, насколько он может разнообразить досуг ребенка и даже взрослого человека. Мало того, что он мягкий и приятный на ощупь, действительно похож на кактус и в целом выглядит очень весело и задорно, так еще и отлично просто двигается и при этом может повторять абсолютно любые фразы за вами, за ребенком и все, что услышит. Много очень музыкальных композиций, по-разному двигается под каждую мелодию, поэтому с ним время можно провести очень весело. Игрушка явно достойная внимания и, конечно, как наш кактус и сказал, что он красавчик, он молодец и он у нас будет участвовать в розыгрыше. Но об этом чуть позже, а сейчас мы перейдем к обзору второй игрушки. А вторая игрушка это слоненок и посмотрите, какой у него милый внешний вид. Так и хочется сразу взять его в руки и держать как можно дольше, а до чего же он приятный на ощупь, просто прелесть. Симпатичные глазки, хоботок и даже шарфик имеется сиреневого цвета в горошек. И просто очаровательные ушки, которые придают этой игрушке милоту. И тут я бы еще употребила такое модное слово, как няшность. Слоник у нас серого цвета, а вот ушки и ножки с ручками имеют двухцветную ткань. С внешней стороны серая, с внутренней ушки нежно-голубого цвета, очень приятного и красивого. На ножках мы видим две характерные надписи Sing и Play, которые вышиты ярко-голубыми ниточками. Здесь находятся кнопки, благодаря которым этот слоник может, как мы выяснили, петь и играть. Но играть, наверное, все-таки танцевать. Но мы сейчас, мои дорогие друзья, с вами все посмотрим и узнаем. Здесь у него находится отсек для батареек. И это единственная твердая часть в этой мягкой игрушке. Сзади имеется у нас хвостик. Хвостик небольшой, маленький. Итак, для того, чтобы протестировать слоника, нам нужно вставить батарейки. А для этого нам понадобится еще и крестовая отвертка. И три больших пальчиковых батарейки. Вставляем, соблюдая полярность. И тут же кнопочка для включения. Ну что ж, мои дорогие друзья, давайте протестируем, что же может этот слоник. Это милая, симпатичная, забавная игрушка. Нажимаем. Да чего же милая, действительно. А эти потрясающие уши, оказывается, он умеет складывать. То есть, он сможет с любым ребенком поиграть в такую любимую игру, как ку-ку. Попробуем, какие еще мелодии. Оказывается, мелодия только одна. Давайте посмотрим, как он может играть. Он говорит, где я? А вот это как раз игра ку-ку. Где я? Как я уже говорила ранее, эта игрушка тоже приведет восторг не только малыша, но и взрослого человека. В нашем детстве сложно было представить, что когда-то появятся игрушки мягкие, плюшевые, которыми можно не только обниматься, но они еще и смогут петь и при этом даже играть. Ну а то, чтобы хлопать ушами, это просто что-то было бы из мира фантастики. Проходит время и появляются вот такие чудесные, милые, забавные игрушки. Слоник и кактус. Давайте посмотрим, как он еще забавно и мило хлопать своими ушами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обе эти игрушки пришли к нам с Алиэкспресс и ссылочки на них будут внизу в описании под этим видео. Поэтому, если кому интересно, тот, кто хочет посмотреть и, возможно, купить своим деткам, то, пожалуйста, проходите, знакомьтесь. Ну а также я хочу сказать очень важную информацию о том, что эти две симпатичные, милые игрушки кактус и слоник я разыгрываю. И кому-нибудь своих подписчиков подарю. Сразу обе. Поэтому, мои дорогие друзья, тот, кто хочет принять участие в этом розыгрыше, то, пожалуйста, пишите комментарии под этим видео, ставьте лайки и обязательно проверяйте подписку на наш канал. Если вы этого еще не сделали, то подписывайтесь. И, конечно, порекомендуйте это видео своим друзьям, знакомым всем тем, у кого есть детки, кому бы было интересно посмотреть на эти игрушки и поучаствовать в розыгрыше. И, возможно, даже будет интересно не только деткам, но и взрослому человеку, потому что лично мне, например, безумно понравились они обе. И я бы была счастлива иногда просто для поднятия настроения включать вот этот милый забавный кактус. Он будет точно лучшим антидепрессантом в любую погоду и снимет плохое настроение и приведет в восторг и вызовет улыбку точно. Но ослонник больше он нежный, милый и так приятно смотреть, как он хлопает этими забавными ушками, большими очаровательными. И при этом можно его держать в руках и наслаждаться, потому что он приятный на ощупь и даже обнять его тоже будет за счастье. И поэтому, мои дорогие друзья, я с удовольствием подарю эти игрушки и надеюсь, что они достанутся именно тому, кто этого действительно очень хочет и будет этому безумно рад. Розыгрыш состоится через три недели. Итоги розыгрыша опубликую в отдельном видео, как обычно, где покажу, как программа Рандомайзер выбирает победителей. Две игрушки, два победителя. Да, мои дорогие друзья, на этом видео подошло к концу. Я надеюсь, что оно вам очень понравилось и было интересным, увлекательным. И возможно, что вы что-то новое узнали для себя, по крайней мере из мира игрушек. И настроение ваше улучшилось, наблюдая за этими двумя милыми созданиями. Но если это так, то не забудьте поставить лайк в любом случае. Обязательно подписывайтесь на канал и подписывайтесь своих друзей и знакомых. Всем спасибо и пока-пока! До новых скорых встреч! Увидимся на канале Шалундрики! Субтитры создавал DimaTorzok